Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт, и сегодня хотелось бы сказать пару слов об игре Bodycam. Нет, не Бонго Камс, ребята, не надо сразу расчехлять свои приборы. Игра Bodycam вышла в раннем доступе несколько дней назад, и есть кто не знает вообще, что это такое. Это мультиплеерный шутер с реалистичной стилистикой, а-ля нательная камера. Вообще, первой игрой, наделавшей шума, которая была выполнена в подобной стилистике, была Unrecord, про которую я какое-то время назад даже сделал видео. Она била все рекорды по добавлению виш-лист в химе. Многие вообще не верили, что игра настоящая. Кроме того, люди, в том числе и я, гадали, как же это вообще будет играться, так как по футажам это было совсем непонятно. Однако в гонке до релиза синглплеерный Unrecord обогнал мультиплеерный проект Bodycam, который создается небольшой семейной командой из Франции. И я, естественно, не смог удержаться, несмотря на не самые теплые отзывы игроков. Я купил игру, поиграл и скажу вам, это какой-то пи***ц. Причем и в хорошем смысле, и в плохом. В этом видео я расскажу вам свои впечатления о геймплее, постараюсь передать словами, как же это все-таки играется. Расскажу вам о всех проблемах игры на данный момент, а также озвучу несколько мыслей по поводу будущего игры. И отвечу на самый главный вопрос, стоит ли вообще сейчас ее покупать. Видео будет короткое, так что не буду вас сильно задерживать, но просто напомню, что если вы хотите поддержать канал, вы можете подписаться на Boosty, где кроме того выходят эксклюзивные нарезочки неудачных дублей с моих видео. Ну и конечно, традиционно не забываем подписываться на Twitch, чтобы общаться со мной в онлайне и на телегу, чтобы быть в курсе новостей канала и игровой индустрии. А мы начинаем, погнали! И начать я хочу с того, что сразу вас предупрежу. Этот шутер нельзя называть шутером в привычном нам понимании. Из-за совершенно другой механики прицеливания и управления персонажем, вы получаете совершенно иной игровой опыт. Поэтому если вы такой нормис любитель Counter-Strike или колды, и хотите просто то же самое, но с реалистичной графикой, вам не сюда. Вы будете просто в шоке от местного геймплея. И скорее всего, после пары каток, належите жаловаться маменьке, что злые дядьки в игре вас убивают. Я это понимал еще на этапе просмотра трейлеров подобных игр. Я видел, что дело тут не только в том, что игра реалистично выглядит, из-за определенных графических приемов, но и то, что механика боя тут сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Кому-то она понравится, потому что это действительно что-то новое. А кому-то не понравится, так как расслабиться в этой игре, по-моему, нельзя от слова НИ-ХУ-Я. Поначалу, когда вы только начинаете играть, вы вообще не понимаете, как тут можно хоть кого-то убить. И многих это отпугнет. У них бомбанет, они устанут постоянно умирать и сражаться с управлением, и просто удалят и рефаннут эту игру. Короче, знайте, эта игра не для слабаков, и не для тех, кто не хочет выходить из зоны комфорта. Я даже не уверен, что она найдет массового игрока. Возможно, люди попробуют ее чисто из-за интереса, вызванного новым уровнем реализма. Однако, я надеюсь, что будет не так, ибо потенциал у игры есть, хотя на данный момент она находится прям, ну, в очень раннем доступе. Да, благодаря анимациям, освещению, эффекту рубива глаза и детализации локаций, игра действительно выглядит очень реалистично. Поначалу-то произвое впечатление, но ты довольно быстро к этому привыкаешь, и графика отходит на второй план. К тому же, со временем ты начинаешь замечать, что вот тут моделька выглядит прям, как в обычных играх, вот тут листики какие-то вообще не впечатляющие, и так далее. Однако, я все равно считаю, что графон у игры очень достойный. Единственное, что я не очень понял, это зачем нужна вот эта вот стилизация с пикселями на лицах, по мне так это лишнее. Ну да ладно, разрабы-творцы, разрабы так видят. Миш, мне похуй, я так чувствую. В целом, графон в игре отличный и является одной из положительных черт игры. То же касается и звука. Звуки в игре очень продоподобны и подчеркивают атмосферу, придают реализма, меняются в зависимости от помещения, расположения и так далее. Только приготовьтесь сделать игру потише, так как звуки выстрелов, как это ни странно, охуенно громкие. При этом звуки шагов не сказать, что какие-то оглушающие, скорее наоборот. Вас почти не слышно, если вы будете медленно передвигаться. Так что готовьтесь, конечно же, срать штаны от резких звуков выстрела. Блядь! Испугались? Обосрал. Однако за весь этот реализм вам придется заплатить дорогую цену, а именно производительность. Игра на данный момент оптимизирована очень плохо. На самом деле, производительность сильно зависит от того, на какой карте вы играете. Некоторые карты у меня полностью играли 60 фпс с максимальными настройками графики. А некоторые, как я там не старался, не менял DLSS, ползунки, все равно игрались 40-50 фпс. И прошу не забывать, что у меня так-то 40-80. Ты чё выёбываешься, гнида? Иногда даже внезапно случались страшнейшие просадки, кадров до 4-5, которые делали игру ну просто неиграбельной. Причём появлялись они без всяких на то причин, а потом также внезапно пропадали. То есть тут вам надо знать, что даже имея мощный ПК, как у меня, вы всё равно столкнётесь с проблемами производительности. Кроме того, игра мне почему-то не даёт сохранить мои настройки, постоянно их сбрасывает, и при каждом заходе в игру мне надо заново их выставлять как было. Это дико бесит. И вот если вы думаете, что проблемы с производительностью это всё, то тут вы ошибаетесь. По мне так самые большие проблемы у игры с серверами. Часто игра просто не пускает вас на сервер. Вроде и места есть, и пинг нормальный. Вы присоединяетесь, но вас выбивают в лобби. Если вы захотите воспользоваться быстрым поиском игры, вас ждёт абсолютно та же проблема. Вы будете пытаться несколько раз, и вас просто постоянно будет выбивать в лобби. И даже если вы всё-таки законнектились, нет никакой гарантии, что вас просто не выбьют посреди матча. Со мной такое случалось не раз. А самое забавное, когда выбивает вообще всех, то есть все, кто играет на сервере, просто вылетают в лобби, и хост должен заново запускать игру. И да, вы не ослышались, игра использует систему P2P, то есть player-to-player. Матчи хостят сами игроки, и собственных серверов у игры нет. Поэтому подобные проблемы, мне кажется, вдвойне странными. Я надеюсь, разработчики починят их как можно скорее. Потому что на данный момент одна из самых бесячих проблем. Ты типа купил игру, хочешь поиграть, пытаешься приконнектиться к кому-то, а игра такая... Не, нихуя. Небольшой апдейт. Пока я монтировал это видео, к игре вышло обновление, которое поправило проблему с серверами. Ну, по крайней мере, мне так показалось, я несколько раз пытался подключиться на разные серверки, и никаких проблем с подключением больше не испытывал. Это говорит о том, что разработчики действительно работают над игрой, видят ее проблемы. Особенно вот такую вот критическую, они решили довольно-таки быстро. Но при этом еще есть над чем работать. Один раз меня от игры дисконнектнула, плюс оптимизации все еще не очень хорошая, поэтому ждем новых обновлений. Короче, у игры прям полный набор типичных проблем раннего доступа. Но давайте отбросим технические проблемы в сторону, все же они решаемы со временем, и обсудим самое важное, а именно геймплей. Поиграв игру первый час, я понял, что про разработчиков можно сказать словами великого Олега. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Геймплей игры настолько необычный, что к разработчикам сразу испытываешь уважение за смелость. И тут я уверен, что игроки поделятся на два лагеря. Тех, которые будут орать, что игра дной геймплей полная херня, и те, кто проникнутся необычной механикой стрельбы и будут игру хвалить. И вот я честно вам скажу, я скорее отношу себя ко вторым. Да, поначалу ты не понимаешь, как вообще тут можно стрелять в кого-то, как попадать во врагов, и как это в целом работает. Но потом до тебя потихонечку доходит, что движениями мышки ты управляешь не взглядом персонажа, а его руками. Что-то похожее я испытывал, когда играл в VR-шутеры, однако там задействованы обе руки, но из-за того, что у тебя есть как бы шлем, ты прекрасно понимаешь, как тебе целиться и стрелять. Тут же шлема нет, вместо двух рук у тебя одна мышка. Но в остальном ощущения действительно похожи на VR-игру. И в итоге со временем, если задаться целью и быть упорным, то приловчиться целиться во врагов при такой механике вполне реально. Плюс вы начинаете получать от неё удовольствие. Во-первых, из-за новизны и необычности ощущений. Во-вторых, потому что вы наконец научились убивать врагов. Это, скажу вам честно, даёт огромную долю удовлетворения. Сложность игры высокая, оружие убивает с одного выстрела, попасть по врагу сложно, и из-за подобного уровня реализма удовольствие от победы тоже возрастает. Короче, всё как и полагается в хардкорном шутере. Круто! Да это ж круто! Если же мы с вами отбросим механику стрельбы и обратим внимание на остальной геймплей, то там всё как раз более-менее стандартно. Игра больше всего напоминает внезапно Counter-Strike. У вас есть несколько карт и три режима игры. Дэтмач, где все, собственно говоря, друг против друга. Тим Дэтмач, где вы сражаетесь 5 на 5 до 10 побед одной из команд. И закладка бомбы, где тоже надо победить 10 раз. И этот режим пока самый интересный. Бомбу можно закладывать где угодно на карте. Вражеской команде надо её найти и обезвредить. Естественно, до того, как их всех перестреляют. Кроме того, в игре есть режим тренировки, где вы можете поучиться стрелять и попробовать всё оружие. Я настоятельно советую всем, перед тем, как идти стреляться с людьми, провести минут 15-20 именно в режиме тренировки. Попробовать всё оружие и привыкнуть к механике стрельбы. Лично мне это очень сильно помогло. А вот спорным решением мне показалось то, что в игре нет выбора оружия. В начале матча, вне зависимости от того, в каком режиме вы играете, все получают просто какую-то одну из пушек. Иногда с прицелом, иногда без. Пушки при этом у всех одинаковые, видимо, чтобы уравнять шансы. И вот до следующего раунда вы бегаете с ней. Покупать и кастомизировать пушки самостоятельно нельзя. Возможно, это какое-то временное решение, ибо я не понимаю, зачем ограничивать игроков в выборе оружия. Тут любая пушка, даже пистолет, убивается одной-двух пуль. Так что, как по мне, тут вполне можно дать возможность игрокам выбирать то, что им удобнее. Также спорным решением считаю бесконечный запас патронов. Вы можете перезаряжаться сколько угодно, они у вас просто не заканчиваются. Согласитесь для игры с подобным уровнем реализма, это как-то странно. Карт в игре на данный момент немного, всего 6 штук. Мне понравились все, кроме леса. Там вообще какой-то рандом, плюс это самая лагучая карта в игре. Её можно смело выкидывать, играть на ней неинтересно, и всё лагает. Короче, полный отстой. Остальные же карты сделаны вполне себе неплохо. Их довольно легко выучить и придумать определённые тактики. Всё это снова мне напоминает Counter-Strike. На подходе находится ещё несколько карт, судя по тому, что сами разрабы показывают в игре. Я надеюсь, что у них это много времени не займёт, потому что 6 карт даже на старте это как-то прям совсем маловато. Ну и кроме всего этого, когда вы умираете, игра прям сразу для вас не заканчивается. Вы можете помогать своей команде, летая на дроне и отыскивая противников. Только будьте внимательны, это дрон очень легко потерять. Тут тоже всё очень реалистично, заденьте какую-то стену и дрону конец. В игре есть голосовой чат, причём как его отключить я так и не понял. Он всегда включен, на стриме это было не очень удобно, ибо команда слышит, как я общаюсь с чатом. Я пытался сделать голосовой чат потише в настройках, но даже на нуле что-то всё равно там слышно. Короче, тут тоже надо допиливать и неплохо бы добавить активацию по кнопке. Однако сам голосовой чат вполне может быть полезен в игре, пока вы летаете дроном, вы можете подсказывать своим, где находится враг. Ну и рофлить, конечно же, по-всякому тоже можно. После окончания матча вы получаете очки, которые можно тратить на скинчики. Их в игре на данный момент на самом деле не очень-то и много, да и стоят они очень немало. Естественно, у вас есть рейтинг, который повышается или понижается в зависимости от того, как вы играете. Я, правда, не понял, зачем он нужен, ибо из-за БММ, то есть подбора игроков по скиллу, в данный момент в игре нет. И вот мы, наконец, подошли к самому главному выводу этого видео. Игру очень надо допиливать и добавлять контент. Как я уже сказал в начале, это прям максимально ранний доступ. Проблем у игры на данный момент как-то даже больше, чем позитивных сторон. Все, что я могу выделить сейчас, это очень крутую стилистику и графику. А также, конечно же, необычную механику стрельбы, которая дает новый игровой опыт. Игра способна увлечь, но нужно срочно добавить больше игры в эту игру. Ибо сейчас режимов мало, карт мало, пушек, ну, собственно, тоже мало, кастомизации оружия нет. Ну и, конечно же, просто кошмарная оптимизация и проблемы с серверами. При этом стоимость игры без стартовой скидки составляет 1200 рублей. Это не так много, но и не так мало, учитывая количество контента в игре и ее техническое состояние. Да, разработчики уже выложили роудмэп. Они обещают править баги, ошибки и оптимизацию. Улучшать античиты, бы многие уже столкнулись и с проблемами читеров. Потом они будут добавлять карты, оружие и новые режимы. И я надеюсь, что они сдержат слово. Я уже говорил, что делают эту игру семейная команда разработчиков. Два сына, батя и маман. Я надеюсь, что они делают игру своей мечты и будут ее дальше дорабатывать. Они обмажутся баблом из раннего доступа и, забив на игру, пойдут жрать круассаны. Короче, покупать игру только в том случае, если вы хотите поддержать разработчиков, если вы действительно верите в этот проект и восхищены его смелостью. Ну и, конечно же, у вас должен быть мощный ПК и крепкий Пукан. Проект смелый, играется действительно свежо и круто, но очень требует допила. Если же боитесь пока брать, советую просто посидеть, последить за проектом полгодика и посмотреть, как он будет развиваться. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Не забывайте про лайки и подписку, если вам, конечно, понравилось видео. Ну и, естественно, бусти, телега, тычь. Если хотите поддержать как-то канал активом, милости прошу. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов и хороших игр.